Слухать погрозы и быть у постоянным страху от не тверозых выборков мужа Адыбашира для 57-годовой же Харки-Лунинца Анастасии Крутой давно стала звыклой с правой. Доставалось от детям и навод с уседям. По допомогу до правооховников Жаншина была вымушена взвертаться регулярно. Так было и тот трагичный вечер. Погрожать родным мужчина пошел еще в подъезде. Ведущий горячий нору мужа Анастасия Адамовна у квартиру господара не пустила. Он пошел за лифтом, взял топора и на сына просился. Он хотел броситься на меня, но милицию возьму. Тогда 58-годовый мужчина зачинился у допоможным помешканника для лифта на восьмом поверсе, куды загадя принес съемистости с гаруша с мазочными материалами. Участковые кричат на меня, дайте чем-нибудь было на дверь. Но я, понимаете, что я не нашел в хате, не могу вам сказать. И они его туда задрали, и дверь открывает, а в жаре он жил сюда, в нем, и подпоил. Вот я там стояла, я кричала, а у сиропа не есть. А этот участковый, это что, обогревший, вот по двери открыл, и он грынулся туда. Вы понимаете, рискуя своей жизнью. Исходя из обстоятельств и данных места осмотра места происшествия, можно предположить, что вероятнее всего, после того, как он совершил поджог разлитого бензина, окно, которое имеется в данном помещении, уже было открыто на тот момент, и он выпрыгнул из данного окна. Это восьмой этаж, упал на козырек входной двери подъезда, и, естественно, с учетом высоты он погиб на месте. Супрацовник милиции, который пытался отчинить бытовку, отримал термичные опеки, тварь и левой руки. Ему была оказана медицинская допомога, но от стационарных лечений милиционер отмывался. В районном отделе Следственного комитета будут полностью исследованы все обстоятельства жизни данной семьи, поведение данного мужчины, употребление спиртных напитков, полученные соответствующие характеризующие данные как по месту жительства, так и по месту работы, чтобы сделать объективную картину произошедшего и причины обстоятельства, которые побудили его совершить данный резонансный поступок для нашего города.